Вышелись тарифы больше никогда. Следующий сегодня Андрей Александрович подготовится, вы будете на сцену. Это не получится. Спасибо. Уважаемые разработчики, ну раз частная компания Т-Плюс заказывает в данном случае данную схему, то это не просто так, прекрасно понимаете. И внедрить альтернативную котельную без этой схемы невозможно. Вы это тоже прекрасно понимаете. Так смысл в том, что сегодня на Т-Плюс передаются дополнительные нагрузки под разными там предлогами, чтобы они экономичнее работали, чтобы когенерация была более эффективной и тому подобное. Вы фактически передаете лишнее или даете возможность передать дополнительные тепловые нагрузки на источники Т-Плюс. Т-Плюс получит опережающий рост тарифов в соответствии с альтернативной котельной. В чем я не соглашусь с уважаемым министром, что связи никакой нет. Есть прямая связь. Плюс 6% минимум они даже по нынешним расчетам будут получать. За 10 лет это плюс 60%, но это если вот считать прямо. На самом деле, конечно, каждый раз мы отталкиваемся с другой базы. То есть фактически эта схема дает возможность Т-Плюс получить в свое распоряжение дополнительные объемы. Раз. А второе, получив эти объемы, дополнительно в опережающем порядке обеспечивать рост тарифов. Вопрос задайте, пожалуйста. Вопрос задайте. Я задавал этот вопрос. Ну давайте, как я понял, в чем вопрос. Вопрос в том, почему передаются нагрузки на Т-Плюс, правильно? И зачем вообще схема нужна? Про схему я отвечу, а вы про нагрузку. Хорошо, нагрузки. Нет, я могу и про схему ответить. Был вопрос, почему заказчиком выступила Т-Плюс. Я скажу, отвечу на этот вопрос. Я заместитель главы, исполняющий опять заместитель главы, поэтому не путайте и не ерничайте, господин Куринный. Пожалуйста. Давайте я расскажу про нагрузки для начала. То есть нагрузки котельных передавались в согласовании с городскими теплосетями. Котельные принадлежат им, с ними были проведены переговоры, соответственно общались. Они сами проявили желание отдать эти котельные, так как мы говорили, существует резерв мощностей, на которые необходимо тратить деньги. Соответственно, это постоянные затраты увеличивает, то есть увеличивает расходы и фирмы. Так как у нас один из принципов, это не дискриминация, да, деятельность теплоснабжающих организаций. То есть обязательно перед каждым мероприятием производится согласование этого мероприятия с этой организацией. Нет, городские теплосети. Эти котельные принадлежат умопу городские теплосети. Соответственно, они изъявили желание эти котельные передать, и они переключаются. В принципе, для Т-Плюса эти мероприятия вообще являются убыточными. Потому что строительство сетей, например, до той же Шевченко, где нагрузка, там один дом буквально, она много дороже и никогда не окупится. То есть это просто мероприятие для ликвидации вот этих избыточных мощностей в городе. Без этой схемы? Может не длина быть оперативная котельная? Без этой схемы? Ну, это вопрос юридический, инженер. Максим Александрович, позвольте, я не занимаюсь, я занимаюсь схемой, я могу только про технические решения говорить. Александр, давайте я поясню чуть дальше. Значит, у нас следующее на выступление как раз-таки вот Сивухин и далее Сладотенков, Кипенев. Я прошу им подавать микрофон Орлову, Микаилу. Это как раз те люди, которые обратились за тем, чтобы их теплоисточники убыточные, да, были исключены из этой схемы и переключены нагрузки.